Здравствуйте всем! Этот ролик хотела посвятить снова Дагестану и конкретно Каспийскому морю. Дагестан – это южная республика, здесь климат очень тёплый, приближен к Среднеземноморскому, воздух сухой, ветреный. Каспийское море, Каспийское море-озеро, как его называют. Как я хотела его увидеть. Вот вы сейчас видите пляж города Каспийск, который прилегает к столице Дагестана, городу Махачкала. Чем отличаются пляжи Дагестана? Пляжи Дагестана большие по сравнению с черноморскими, широкие, песочные. И море, посмотрите, какое море Каспийское неспокойное, море Каспийское мутное, потому что много песка. Но как приятно лежать на этом песочке, на тёплом, греться, то есть тут есть и свои плюсы, и свои минусы. Но у меня Каспийское море вызвало только положительные эмоции. Мне оно очень понравилось. Купаться в Каспийском море можно с июня по август. Самые тёплые месяцы – это июль и август, как говорят местные. Мы были в июне, но море было тёплое. Купаться в Махачкале лучше на оборудованных пляжах. Городской пляж Махачкалы мы вам показывали в одном из роликов на нашем канале есть. Там есть шикарные беседки, там много местных купается. Вот сейчас вы видите тоже дагестанские женщины купаются в традиционных одеждах. Это здесь так принято. Этого не нужно пугаться. Можете тоже купаться в одежде, чтобы не смущать местное население. Но, впрочем, как вы хотите. В Каспийске более демократично. Вот смотрите, какое бывает Каспийское море. Девчонок накрывает волной. Я тоже попала в такой переплёт на второй день, когда мы купались на диком необорудованном пляже. Очень захотелось окунуться. Сначала был пологий песок, потом меня захлестнуло водой с головой, и я не удержалась на ногах. Ноги попали в камни, гряда камней. Ну, вышла я, конечно, окровавленная, как в фильме ужасов. Хорошо, что всё хорошо. Зажило быстро. Море мало солёное, ноги не разъедало, раны. И поэтому всё быстро зажило. Смотрите, Олег Балдеет. Это мой сын. Я его мама. Комментирую вам Каспийское море. Это пляж города Каспийска. А городской или лагуна, тут не совсем понятно, потому что вы видите море. В Махачкале пляжи тоже есть, кроме городского пляжа, на которых можно купаться, оазис. Есть пляж Берёзка. Там большой водораздел. И очень долго, мелко, метров прямо 200, наверное, мелко-мелко. Там очень много детишек с семьями купаются. А в Каспийске городской пляж, пляж лагуна. Да, в Дагестане есть дикие пляжи, где купаться лучше не стоит. Смотрите, вот я вам показываю. Это наш первый день. Мы пришли к морю и вот наблюдали такое грязное серое море с камнями. Вот в такое море заходить не следует. Но всё равно здесь неописуемо красиво. Неописуемо красиво. А вот это уже оборудованный пляж Каспийска. С развлечениями, с беседками, с раздевалками, с душем, с кафе. То есть всё как положено. Здесь много туристов отдыхает. Дагестанцев уже меньше мы встретили. Каспийск город очень насыщенный туристами. Очень зелёный, очень гостеприимный. Мне там очень понравилось чистое море. Для совсем капризных в Дагестане есть закрытые пляжи и платные пляжи. Но на закрытые пляжи Турбас вы, наверное, не попадёте. А на некоторые платные, например, Джами, по-моему, за 400 рублей, можно попасть. Но мы там не были. Поэтому говорить ничего не будем. Пляжи многие оборудованы турниками. Дагестанцы очень спортивный народ. Мужчины и дагестанцы, они постоянно тренируются, подтягиваются. Конечно, ехать или не ехать, купаться или не купаться решать только вам. Но даже просто сидеть на пляже оборудованным или не оборудованным и дышать морским воздухом – это же так здорово и полезно. Всем пока!